приветствую всех мои родные любимые сердце мое дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всем желаю всего самого доброго светлого чистого и радостного во все сферы вашей жизни чтобы все у вас было хорошо мы с вами продолжаем сегодня серию видео о йоге которые назвал йога во христе или йога глазами христианина мы с вами разбираем такой файл я для вас сделал мы с вами разбираем одну из восьми первую ступень из восьми имеющихся ступени или степеней восхождения по йоге и в частности в каждой ступени есть определенные принципы ну или шаги бы я их назвал мы с вами сегодня добрались до третьего шага тем кто попал случайно впервые на это видео рекомендую обратиться к самому первому ролику по йоге из этого цикла а мы с вами уже прошли такие шаги как ахимса сатья и сегодня у нас ахимса то есть непричинение зла и вреда любому живому чувствующему существу на этой земле сатья это правдивость искренность честность и сегодня у нас остея переходим к чтению о викибедии что у нас по остеи остея не присвоение чужого понятие индийской философии одно из принципов ямы одно из толкований остей не брать того что не было предложено остея также относится к самому и себе не воровать у себя здоровье остея запрещает добиваться цели путем перенапряжения украв у себя здоровье во многих школах время считается самой большой драгоценностью который только может обладать человек поэтому следует не красть у себя время то есть не тратить его попусту нарушение мосты является присвоение не только чужих вещей но и авторство званий заслуг и тому подобное то есть всего что не подлежит человеку по праву эксплуатация чужого труда также относится к нарушению заповеди в интерпретации махатма ганди остея означает также и отказ от эксплуатации других давайте наверное сразу по порядку чтобы не перечитывать да все это заново то есть остея не присвоение чужого да истина так одно из толкований остея не брать того что тебе не предложено вы знаете это очень такой индивидуальный все таки момент что значит мне не предложено но вы знаете когда я сижу в незнакомом не обществе до очень часто это называют в принципе скромностью человека да хотя тоже все это такие понятия очень если мы сейчас будем во все словари вдаваться я буду я не то что там да с осуждением прям с какой-то критикой стать потому что я вам сам много раз показывал что это лишь из-за непонимания и не однозначного каждого определения конкретного слова да и у нас порой какие-то разногласий только потому что мы разные определения подразумеваем какому-то конкретному слову и вот конечно же брать знаете вы пришли в какой-то незнакомый там конечно кто знает вот именно ну я бы мне ближе слова всегда веди себя скромно да вот а конечно же знаете когда мы лежи сидим лежим вот отдыхаем где-то в кругу друзей очень близких нас нам родственников да в какой-то знакомой компании где все мое твое да будь как дома мы все знаем такие понятия знаете там сидеть вот так вот скромно и смиренно да я теперь то есть там получается такая будет версия совершенства дружбы когда я сижу ничего не беру вы знаете лучшему другу семье родственнику любимому любимым людям так как всех возьмем до любящих нас и будь даже неприятно то шире мы не зря говорим такие фразы будешь как будь как дома все мое твое да а твоих мы должны конечно себя говорит все мое твое тот сколько тебе даст да это другой вопрос если он скажет такую волшебную фразу помнить как в маугли мы с тобой одной крови ты и я вот но это должен каждый человек изрехнуть если он тебе дал право на все свое тогда да у него тогда и право возмущение пропадает ты сам разрешил человеку и сказал ему все мое твое ты можешь даже без без спроса это взять вот тут надо вот это понимать да то есть это близкие не близкие люди даст людьми посторонними знаете сесть там даже те пригласили куда-то друг друг друга там да тоже должен вести себя соответственно если это близкие люди конечно же этот при этом и принцип остеи югизма не будет проявлением святости истины высшей степени доброты и любви к человеку потому что друг который позволил тебе который хочет чтоб все его было твои это будет наоборот оскорблением правильно мы все думаю так живем да если у меня дочери или родители будет сто раз спрашивать ни к чему не прикасаться сто раз меня спрашивать можно ли твой там вот у тебя хороший инструмент или вилка или ложка или мне там понадобилось что-то не можно у тебя соли немножко взять это вы знаете у человека вызовет только боль вот поэтому надо понимать то есть ну тут я грудь не тоже критикую своими словами пусть говорю неважно статье может быть не совсем понятно разное определение смысл понятия дальше относится к самому себе остея также относится не воровать у себя здоровье я с этим полностью тоже соглашусь к телу физическим к душевному то есть психике надо относиться как правильно я полностью соглашусь с этим принципом одно дело что не во власти здоровье человека слушать как хорошо что я стал серию писать вот так подробно то что вы видите по каждому принципу каждой ступени сколько хочется сказать отношение к телу обязательно должно быть правильно это не причинение зла опять раз потому что сам принципе и сколько можешь заботиться о своем теле чтобы она была в естественном и здравом состоянии в красивом состоянии в чистом состоянии душевное то же самое применю свой личный пример дам в образец как всегда как блогера да и вы как каждый к своей сфере жизни к своей работе можете применить психическому здоровью надо относиться здраво и когда блогеров обвиняют в том что там кого-то блокирует вы знаете они не роботы ваш по этот блеводский комментарий который вы зарегаете на человека там пытаясь его уколоть да не просто там критика да я уж молчу про то что просто сказать спасибо если пользу получил или действительно это не получилось чем-то не согласен вступить в диалог какой-то ну или ты просто хочешь высказаться но пожалуйста в нормальной здравом манере если ты способен это делать пожалуйста аргументировать свою позицию до никто не против но когда вы начинаете просто там клеймить поносить до ругаться уже можно сказать над человеком такой есть и в аудио форматах и видео форматах друг другу сколько грязи в жизни в интернете сейчас в частности до нормальный человек если у него все в порядке с головой не позволит этой головой наносить вред своему сердцу потому что ни один этот комментарий ни один это слово не проходит бесследно с утра такое почитаешь и ничего вообще писать не хочется до тому же самому блогеру потому что ты стараешься нести людям добро ну в частности я вот за себя говорю да почитаешь пару таких комментариев хочется вообще выкинуть все на помойку вместе с монитором и с компьютером и уехать в деревеньку и выращивать и помидоры огурцы и любоваться природой все естественно забота о своем здоровье телесном духовном но духовно ты как выше да мы уже с вами надеюсь определились это и есть то что через все это либо возрастает либо падает это такой я личность да а вот от телесном и душевном здоровье просто необходимо забудется второе тут был во многих школах время считается самой большой драгоценностью тоже соглашусь праздность вы знаете человек нормальный в котором есть энергия жизни он все время хочет он творец потому что он создан по образу и подобию своего творца и создателя бога и отца и матери как хотите бог для нас все начало и конец альфа омега и путь и середина и нормальный человек всегда будет творить вы знаете вот тоже олени конечно ну да лень есть есть люди ленивые согласен но на самом деле вы знаете зачастую мы живем просто в таком мире где мы не можем найти себе место мы занимаемся не тем чем мы хотим мы живем не так как мы хотим и многие к сожалению об этом не задумываются вот если ты задумался и понял что если тебя что-то не устраивает в этой жизни если тебя не тянет работать то дело даже не просто в линии зачастую ты просто занимаешься своим делом дать самому ленивому человеку то что ему нравится делать он с радостью будет трудиться и поэтому время знаете когда его действительно тратят так скажем впустую ведь отдых это тоже польза поймите тоже тоже тратит время не знает что ты не должен отдыхать да вот им ты поработал отдохни если ты после работы отдохни ты правильно провел время потому что после работы нужен отдых человек восстанавливать человек тратит энергию восстанавливать так все в жизни положено вот есть время когда земля плодородит есть время когда она должна отдыхать и набраться сил да здесь тоже самое то есть пустая трата времени подразумевает что ты не отдыхаешь. Пустая трата времени, потому что ты всегда отдыхаешь. Что-то типа этого. Здесь я опять же с принципом астея в этом смысле соглашусь. Ну опять же, я даю вам подсказку, если вы сами еще до этого в жизни не доперли, что зачастую, если мы тратим свое время и сами это понимаем, сами это сознаем, в принципе не важно, кто нам об этом говорит. Кто-то может самое великое дело назвать тратой времени. Вы смотрите не на других, а на самого себя. Что у вас в сердце? Мы об этом все время говорили. Потому что первый всего залог, основание, фундамент является ваше открытое, чистое сердце истине, Богу и так далее. Тогда вы все поймете в этой жизни. Если вы сами считаете, что вы тратите время, тогда да. Не кто-то вам говорит сами, если вы вот так считаете, асте, ты должен что-то сделать в своей жизни. Ты поэтому недоволен, ты несчастлив, ты несчастлив, ты будешь делать несчастными людей вокруг себя. Невозможно сделать никого счастливым, если ты сам несчастлив. Начать надо с себя. Поэтому жалко, что в христианстве есть такие понимания вечного каких-то плача, страдания. Нет, христианство это счастье. Счастье. Оно не безрадостно. Даже несение креста Иисус сказал, делай человека блаженным. Почему? Если ты будешь все делать правильно. Но сегодня мы не об этом. Что тут у нас еще было? Нарушение мостей является присвоение не только чужих вещей, но и авторство, званий, заслух и тому подобное. То есть всего, что не принадлежит человеку по праву. Здесь я соглашусь с тем, что да, если человек не дает вот опять этого права, ради бога. Но я хочу сказать в противовес тому человеку, который изрекает это авторство, то знаете, если ты любишь людей, любишь человечество, любишь все живое на земле, то человек, такой человек приходит к состоянию, говорю, все мое, твое. И ты не претендуешь на истину. Ты рад, что другой тоже познал эту истину, передает дальше. Это всего касается, почему я здесь так и говорю. Вот я на свои ролики не то, что заявляю авторские права, на ютубе есть три уровня, вот именно описать и оппозиционировать вот так вот, или зарегистрировать ролик, так скажем, документально, да, вот как мы имущество, жилье, что-то там, пытаемся документ у нас иметь, именно у нас есть право собственности, на квартиру, на машину, еще там на что-то, на какое-то имущество, движимое, недвижимое. Вот здесь то же самое. И в ютубе есть три уровня, так скажем. Верхний, это авторское право. Второе, так называемое, свободное, ну, такой стандартный лицензия называется, верхний, это крейт, это авторство, да, второе, стандартное, а третье, самая, так скажем, низшечная по ступеньке, я их так показал, да, это Creative Commons, то есть, это, когда у тебя, грубо говоря, ну, она так называется, а переводится, как я позволяю использовать, сколько угодно мои ролики, в любых вариантах, кому угодно, вот именно перезаливать их на свои каналы, резать там, нарезать. Вот я, естественно, ставлю Creative Commons, самую нишу, я так назовем, да, ну, их можно, конечно, как угодно расположить, суть не в этом, вот, да, пожалуйста, да, я говорю, своими словами, не можешь своим словами, делитесь моими роликами, да, тут, знаете, вот это авторство, или я там изрек какой-то сленг, да, пожалуйста, кто хочет, мотайте себя на усы, выражайтесь этими словами, завтра вы свои придумаете, я у вас что-нибудь возьму, когда ты любишь все бытие, вот это вот вообще все отпадает, да, вот, но опять же, да, это тот человек, который уже пришел в этот, когда ты стоишь, всегда есть, в мире всегда есть, да, одна и другая сторона, и у палки два конца, поэтому тут надо понять, когда ты с этой стороны, ты одно в себе применишь, с другой, ты другое, вы помните, как Иисус учил, как относиться друг к другу, когда человек согрешил против тебя, когда Иисус учит того, против кого согрешили, Он говорит, если человек против тебя согрешил, пойди и выговори ему, Он не принимает во еще одного возьми, не принимает еще хоть десятерых, всех заинтересованных людей возьми примирись, если Он не примет, так скажем, выговор обличения в реальном грехе против тебя, оставь его, отойди его, как от грешника, и пусть он тебе будет, как мытарь, язычник и мытарь. И тут же Иисус учит другого человека. Он говорит, что если... Ну, как, Иисус, вернее, и этого человека даже двумя учит, да? Что ты как бы отходишь, но при этом он говорит, прощайте, да? И всякий кому, кто не простит, не простится. То есть ты отходишь от него по-внешнему, да, чтобы человек все-таки понял. Ты даешь ему показать, что человек неправ. Ему больно, ему неприятно. Он не может испытывать к тебе. Ты не можешь к человеку, к обидчику, к своему испытывать теплые сердечные чувства, потому что он против тебя грешит. И, может быть, дальше продолжает грешить, не принимая вот этого элементарного, когда ты ему говоришь, слушай, ты делаешь мне больно этим, да? Но он говорит, ну ты прости его. Но то же самое, самой этой фразой Иисус учит обоих. Он говорит, слушай, вот если ты против другого погрешишь, и он тебя выговорит, этот человек станет твоим противником. Ты же ему будешь как мытарь, язычник и мытарь. Вы не будете любить друг друга. Особенно там речь, Иисус особо говорит, что это вот члены там одной церкви, в частности, его, да, Христовой. Мы все это с вами помним, да? Вот, здесь то же самое. Конечно же, опять я вам говорю, как вот в предыдущих роликах и в этом, говорю, что смотря о ком речь идет. Если речь идет о далеких мне людях, ну так скажем, грубо делим людей на любящих и нелюбящих меня. Нелюбящих, это не значит, что они враги мои, но это все, кто уже от любящих, да? Это и посторонние, и вообще незнакомые люди, они же никакого зла не сделали. Ну вы знаете, я когда проповедую, в принципе, делю людей как бы на три группы. Ну как Иисус так делал, да? Это любящий меня, ближний мой, ближний, тот просто рядом. Человек может быть посторонний, я иду по улице. И вообще враги мои, да? И вот, ну а здесь мы людей посторонних и врагов в одну группу сделаем, а любящих в другую. Очень часто мы, ну вы знаете, инь-янь, да? Все это восточное, поэтому здесь больше я буду себя на двух групп делить. Люди, которые ко мне что-то испытывают, и люди, которые ко мне либо равнодушны, либо ненавидят меня, да? И вот, конечно же, когда идет о близких людях, ну что ты будешь присваивать право авторства среди своих друзей и родственников, для детей или еще что-то, да? Мы все твое-моё, вы знаете, этот принцип между любящими, он естественно начинает подразумеваться. Ну понятно, в основном, ассо считаются родственники или друзья, но человек, который познал истину в совершенстве, он это в принципе говорит каждому, да? Вот, естественно, то есть, а если это люди незнакомые, то, конечно, ты не имеешь права, вот я, говорю, дал на свои ролики это решение, другой не дал, ты не имеешь права его использовать. Да, он не достиг истины, вот в моем понимании, с моего взгляда, как христианина, как христолюбца, да, я считаю, что человек так не должен делать, да? К чему вот эти все, да? Я что на тебе там зарабатываю, как вот именно еще что-то, это все зажимают там, все эти там книги. Если ты, причем очень часто именно добро вот в такой манере подается, я еще на добро заявляю авторские права, да? Если ты считаешь, что твои ролики, твоя книга несет, ты там, скажешь, свет и добро, ты хочешь всем поделиться, ты будешь бесплатно раздавать. Если он сказал, даром получили, даром давайте. А если человек за это хочет что-то, то да, есть экономика, есть бизнес. Я сам как-то рассказывал, да, вы помните мою маленькую идею-мечту о веганском кафе. Я понимаю, что это бизнес. Там, естественно, будут блюда со своей ценой, только потому, чтобы все это просто существовало. Но опять же, там же будет настолько демократичные, как говорят, цены и все эти условия, чтобы этот бизнес просто существовал, да? Там цель моя не наживы с этого кафе, а чтобы оно двигалось просто, чтобы была пропасть, чтобы было участие, чтобы была тусовка, чтобы это все распространялось. Но я понимаю, что это должно на что-то существовать. Если были бы варианты меценатства, да, чтобы это кто-то просто говорил, да, я буду все обеспечивать, буду платить из своего кармана за аренду, за зарплату. Все равно этим людям тоже что-то кушать надо. Людям надо домой еду принести своим детям. Ты же не можешь не платить работникам зарплату. Тогда они будут просто тусоваться, а искать только альтруистов, они будут по часу в день работать. Поэтому ты выстраиваешь это, конечно, как система, но это не цель. Я уже говорил тогда, что если там будут какие-то деньги, то их можно еще, в свою очередь, наоборот, пускать на какую-то благотворительность, на дела милосердия или еще что-то, да? Вот. И здесь то же самое, да. То есть ты книги тогда, да, ты затратил на них, на типографию, там, на то, на то, на то, на то. Ты можешь вложить в эту книгу сумму стебестоимости. И как уже, естественно, как и в блогерстве, мы об этом говорили, ты, конечно же, можешь заложить туда небольшую долю того, что ты жил, сколько ты потратил на это времени. Но это не должны быть сверхзаработки, сверхприбыли, которые ты в карман кладешь. Тогда это, естественно, понятно, что все это ради денег. Вот. Так же и блогер любой, да, если он целиком свою жизнь посвящает этой проповеди, а на что ему жить, да? Поэтому либо на пожертвование, либо на какой-то продукт с минимальной, там, наценкой что-то он может, да, делать. Вот. Здесь то же самое, поэтому вот с этими авторскими правами такое себе, да, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Ну, естественно, я говорю, людей, если человек и не дал право, да, вы знаете, прекрасное выражение истинное правдивение. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот здесь как бы то же самое. Человек тебя пустил в эту зону, да, а если нет, то будь любезен, здесь остановись. Вот здесь как бы то же самое, да. Так, что у нас еще? Эксплуатация чужого труда также относится к нарушению заповеди. В интерпретации Махатма Ганди, так, давайте насчет эксплуатации. Я, кстати, полностью согласен. Вот я про это же самое кафе, помню, рассказывал, да, как я его вижу. Я не считаю, что руководитель должен зарабатывать больше. Руководитель, официант, уборщица, не поверите мне, я считаю, должны зарабатывать абсолютно одинаково. Думать, что руководитель делает что-то больше, чем уборщица, качественно делает свою работу, у нее блестят полы, блестят раковины, унитазы, там, стойки все, да, столы, она делает не меньше. И тут просто вопрос, действительно, каждый занимается своим любимым делом или нет, вот и все. Если у меня есть талант, помните, как у Иосифа в Ветхом Завете, у сына Иакова, он был гениальным управляющим, да, Бог дал ему эти дары. Что куда бы он не попадал в роли управленца, он был просто топ, да, и вот здесь то же самое. И я вот согласен насчет эксплуатации. Все вот эти, знаете, богатые люди, которые их там, ой, он там православный меценат, там, да, жертвует. А они где эти деньги все взяли? Все их небогатство – это эксплуатация чужого труда. Никто ни на кого работать не должен, я так считаю. Если организовывается команда, в теории в ней все должно быть поровну. Ну, единственное распределение командного такого неравенства, оценки труда, может быть только в том, очень элементарно, ну, не то, что, конечно, в этом всегда кто занимался управлением, кто знает, да. Это либо времени, да. Понятно, если ты работаешь 8 часов, а он час в этом проекте участвует, в этом бизнесе, конечно, не может за час получать человек ронгсток, сколько тот за 8. Вот, хотя иногда человек за час может принести больше, чем тот за 8, да. Вот, поэтому, конечно же, если речь идет не о полноценном участии, тут возникнут некоторые сложности. Но, в принципе, если люди решили в каком-то проекте вместе участвовать, неважно, сколько он делает, он может месяц сидеть что-то разрабатывать, да, но потом его одна фишка сделает очень много, да. Кто-то очень тяжело всегда стыковать интеллектуальный и физический труд, я говорю, тот, кажется, каждый день что-то делает, моет, моет, моет эти полы, да. А есть тот, кто маркетолог, да, он в основном работает мозгами, да, он что-то пробует, и это сначала не видно результатов, больно, он, может быть, в минус пробует для компании, он экспериментирует, делает разные рекламы, разные посты, разное время ищет, когда это делает, даже флайеры на улице раздавать. Иногда он в минус уходит, грубо говоря, своими действиями приводит, отрицательно приносит результат для компании, но завтра, если он искренне практикует, он может принести огромный плюс, да. Конечно, людей классического физического труда, которых вот именно в нашей жизни сейчас пытаются заменить роботами на заводе, я говорю, они делают не меньше, не больше, они делают одинаково. Это просто разные принципы работы. И тут все зависит от человека, и на самом деле вы замучаетесь как-то их оценивать без личного желания отдаться полностью дело. Ты замучаешься погонять и уборщить, если нет желания сделать так, чтобы клиенты этого веган-кафе пришли и ахнули, и все было идеально. И тот, кто маркетологом занимается, и тот, кто со составлением блюд повар, если они не будут фанатиками своего дела, если они будут заниматься не тем, чем они хотят, бесполезны их пинками. Все это можно, на пинках у нас все общество стоит, да. К чему оно все это общество? Много счастья в этом обществе? Нет. А в идеале, чтобы эти люди занимались, все кажутся, чтобы не надо было никого погонять. Чтобы каждый сам был над собой цербером, чтобы сам себя критиковал, сам считал, что он то-то и то-то выполнил или не выполнил. Тогда все будет хорошо. Принцип свободы, вы знаете, о нем я закончу, конечно же, весь этот цикл всех простых сущностей и истинных бытия. Это в том, что любовь, свобода и бессмертие, вот и все. Поэтому, конечно же, все, что у нас строится на палке, на самом деле, все это земное наше, да, грешного мира. И далеко мы на этом никогда не уезжали и не уедем. Царство Небесное там, где люди свободно, действительно святые. Вот так вот. Что у нас еще? В интерпретации Махатма Ганди, астея означает также и отказ от эксплуатации других. Ну, здесь то же самое, да, по-моему. Эксплуатация чужого труда. Ну, вот я полностью согласен. Астея должна соблюдаться в том, что... А, давайте еще все-таки, как христианин, вспомните Иисуса. Я исповедую, как христианин, что это Бог, пришедший воплоти. Он работал до 30 лет, до своего явления миру, как проповедника истины, сам работал своими руками. Потом он стал питаться от трудов слов своих. Тоже труд. Было время руками, было время слова. Я в своей жизни очень много работал тоже руками. Весь мой трудовой стаж состоит 50 на 50 либо из ручного труда, либо из головечного. Живой пример. Почему, как христианин, чуть не забыл об этом сказать, да. То есть, очень важно. Вообще, я считаю, что, конечно же, в идеале, если это просто командное что-то собирается, да, то могут же объединяться вот именно христиане, веганы, йоги вместе, да, и что-то, как говорят, мутить, да, какую-то хорошую тему. Да, там должно быть... И тем более, если все решаются целиком отдаться, там просто должно быть равенство. Я убежден в этом. В теории я ничего нового тоже не говорю. Даже в мире есть такие понятия, как акционерное общество и так далее. Там, кстати, все это прописывается, да. Вот. Мы нового, на самом деле, ничего с вами не узнаем, пройдя этот... Прослушав этот цикл видео йога во Христе. Жизнь, она одна, истина одна, а земля круглая, да. Так, остея должна соблюдаться в том, чтобы избегать таких поступков, как невозврат долгов, естественно, хитрость, да, хитростью и обманом за владением чужим имуществом, конечно, нет. В мыслях и желаниях жадность, ревность, зависть, желание чужого. Ну, разве еще Моисей не говорил своему еврейскому народу, не пожелай ближнего, жены, ивала, осла, дом и так далее. Истинное богатство не снаружи, а внутри нас. Но уж эта фраза всем известная, царство Божие внутрь вас есть. Принцип Астей именно об этом. Он нацеливает на не распылять энергию внимания вовне, а направлять ее туда, где она действительно нужна, к нашей истинной сущности, которая все равно сколько денег у нас в копилке, которая все равно сколько денег у нас в копилке, той, что знает, что нам в этом мире не принадлежит ничего. Кришнамачарья. Не присвоение чужого имущества с помощью ума, речи или действий называется Астей. Пишется в книге Йога Макаранда Шри Трумалай Кришнамачарья. Аналог ямы в христианстве. Не укради. Можно так коротко сказать, но я об этом уже говорю. Расплата за нарушение Астеи. Нарушение Астеи приводит к тому, что у присвоившего чужое что-то отнимается в соответствующем количестве. Искупить кармические долги Астеи можно очень просто, занимаясь благотворительностью. Соглашусь. Ситхи обретаемы исполнением Астеи. Совершенные в Астеи обладают следующим ситхи. Все, в чем бы он ни нуждался, приходит к нему само. В Йога Сутрах Патанджали в стихе 2.37 сказано. Все сокровище приходит к тому, кто утвердился в честности. Ну, что могу сказать? В принципе, на этом ролике мы по Астеи заканчиваем. Что вот мы сегодня услышали с вами из прочитанных, из мною сказанных. Имеет отголоски в христианстве? Конечно же. Все, что мы читали. Христианину отвечаю на вопрос Елены. Что такое йога мы с вами узнали? В частности, сегодня разобрали третий принцип первой ступени яма самой йоги. Нужно ли им заниматься, христианину и любому человеку на земле? Можно ли? Конечно. Обязательно. Обязан. Аналогию с заповедем Иисуса мы найдем в Евангелии по каждому пункту. По каждой статье. Сегодня что мы еще разжевывали. Каждый принцип ступени. Мы еще сколько внутри под принципов нашли с вами. Так можно до бесконечности. Нужно человеку практиковать такую йогу. Такие принципы ступени йоги. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok